Сегодня буквально несколько слов рассказать о том, с чем нам приходится дело в практике и что мы с вами в этой жизни пытаемся преподнести населению на этой маленькой планете под названием «Земля», потому что на Россию нас будут неориентированы как таковой, сегодня нас будут уже мирить интересы других странах мира и даже больше, чем в России. Почему это так? Начнем мы с этого. Традиционно сложилось, что психология России до революции была одной и все-таки интернатной традицией. Более консервативное мышление, более оподоксальное понимание каких-то процессов и, соответственно, стабильный уклад жизни важнее всего. Поэтому психология восприятия любых новаций, она всегда немножко такое с обторжением «дайте-ка я подумаю». Это проявляется сегодня в том, что генотип россиянина такого, что он всегда ориентируется на других людей. Как будет действовать большинство, так будет действовать и я. И прогрессивные люди, когда в России так иначе формировались во времена дореволюционной России, это были люди, где стимулировалось развитие, где прогрессивность была знаком интеллекта, знаком некого достояния народного. С приходом, к сожалению, другой власти мы стали нивелировать это состояние личности. Многие из вас помнят, что отличник в школе всегда был плохо. Реагентировались на среднего человека, хорошист, но лучше всего. Любой отличник – это плохо. И отсюда мы понимаем, что вот тот процесс, который прошел в России с периодом времени, когда мозги были репрессионны, они утекли, по сути, на Запад несколько раз, несколько бомбов было. Это было отторжение всей интеллигенции научных разработчиков. И во времена, уже скажем, с 30-х годов, по, пожалуй, наверное, по времена даже и Хрущевской, и Отечественной, в том числе, как бы не говоря, и Брежневской, практически неинтересно было государству любые открытия в любой сфере. Именно поэтому сегодня в системе оборонной промышленности мы имеем тубрект, когда еще тополь-м, разработан много лет назад, сегодня является настоянием великим на всемирном пространстве вооружения. Ничего нового, как такового, пока, к сожалению, Россия представить не может, потому что те люди, которые этим занимались, долгое время были незаметными, не имели ни финансирования, ни имели возможности, и не могли заниматься академической и реальной промышленности. Почему я говорю именно об этом? Потому что наш продукт вышел из нету рознаружений, это был когда-то государственный заказ, и люди занимались теми вопросами, когда есть экстремальные условия эксплуатации той или иной боевой техники, и она требовала действовать даже на поле боя, в частности, танковая техника, да, чтобы можно было выйти с поля боя, не меньше, чем 70 км, выйти за пределы обстрелов. То же самое мы говорим о высокоборотистых различных механизмах, и все, что с ним связано с техникой, да, это турбины самолетов, шумы подводных лодок и много чего еще, вибрация и шум, как таковая, это достаточно сложный механизм, который отслеживается противником, и поэтому по этим шумам, по этим колебаниям, что-то частот определенных, да, отслеживается далее техника и тонированность труда. Когда мы говорим о эксплуатации, опять же, воздушных сил, то турбины быстро изнашиваются, у двигателя высокоборотистого очень маленький ресурс, а техника очень дорогая. То, что носит огромное оборудование с огромными мозгами и всем остальным, к сожалению, не может поднять это в воздух и быстро падает, да, если он уходит из строя, потому что нет разрушения. Природа так устроена, что все так или иначе стремится к разрушению, для того, чтобы потом что-то еще новое создать, да, или некое созидание, это некое преображение постоянного процесса. Но с чем мы на самом деле имеем дело? Когда мы говорили с вами, мы попросили вам о расставке коллеги, я специально попросил Сергея Ивановича Кринькова, нашего инвентаря по науке, чтобы он не углублялся настолько глубоко в процесс создания химико-физического процесса, потому что, я думаю, те, кому это будет интересно, мы сделаем отдельный семинар, и тогда в отдельном семинаре мы можем поздравить какие-то работы. Что проще взять несколько книг, кому это интересно, почитать, в этом времени все равно информация выложена, это очень глубоко, очень сложно. Мы столкнулись с таким состоянием рынка, что ли, да, с состоянием информации, что сегодня проводится несколько конференций по науке технологии, сегодня очень много говорят о фольгенах, но когда начинаешь внимательно обращать внимание, кто этим занимается, кто об этом говорит, приходится просто улыбаться. Чаще всего, знаете, был период времени, когда бизнес вошел в Россию, и практически каждый человек считал, что может заниматься рекламой, и тем более преподавать, что такое реклама. И многие считают, что реклама – это некое искусство, где красивый ролик, там он хорошо, ничего подобного. Так и полиурена, понимаете, да? Полиурена – это некая, всего лишь так, севолотропная форма углерода, давно существующая на Земле, человеку просто стало известно об этом недавно. Это существует столько, столько существует Земля, потому что вся Земля состоит так иначе из тех самых химических и физических элементов, и углерод является доминирующим элементом, даже кремний является доминирующим элементом. Вот с чем мы имеем дело? Мы имеем дело, на самом деле, не с химическими элементами, а с некой теорией преобразования информации, некой энергии и некоторым механизмом построения атома как цепочек. Когда мы говорим о полиурене, если представить себе полиурен 50-60-х, фильмы, вы наверняка это видите, кто уже видел, то знали, что мы говорим, да? Это некий футбольный мяч, то есть 60 атома углерода, связанных с некой структурой. Это некая молекула углерода. В чем ее преимущество, скажем, или не преимущество, а отличие от графита, алмаза и всего основного? Главное преимущество или главное отличие в том, что это форма того, который находится между органическим и неорганическим, то есть между живым и неживым. И когда мы с вами очень спокойно относимся к понятию информации и говорим, что ну что такое информация, ну подумают, понятно, информация, там статья написана, слово сказано, еще что-то. Все в мире основано в системе колебаний частот. Есть некая частота. Когда мы выходим в область квантовой физики, мы понимаем, что есть понятие бинарных переносов и различных других переносов, где информация так иначе сама себя регулирует, сама с собой управляет. То есть есть всегда простая цепочка, есть субъект, который воздействует на объект с целью изменения другого. Это механизм любого управления. Это формула, которая знает любой управленец, формула, которую знает все люди, которые когда-либо занимались субъектно-объектными отношениями. В данном случае мы имеем с вами в продукте атомиум некие субъективированные формулы, которые воздействуют на любой объект металл-металл, где металл меняет свои свойства. Он не просто становится металлом, он становится металлом от одного до бесконечности преобразователя. Что происходит? На поверхность металла, если мы говорим о неком к исторической решетке, там много атомов здесь находится, к исторической решетке, и между атомами у нас есть. Есть поверхностные слои, они все, если разогнать любую шарховатость металла, она не ровная, они вот такие, например. Мы имеем вот такие коверности. Другая пара тренец, любая, она тоже находится где-то вот такая. Вот здесь находится масляная пленка. Если мы в начале движения, она находится именно в таком состоянии, да, и масляная пленка не возникает между продуктами, между телами трения, да, то здесь вот эти самые зубцы, они между собой скалываются, возникает взрыв, идет окисление, химическая реакция, масло разрушается, и данные продукты износа, сами сколы, и разрушают сами себя, прям бесконечное разрушение поверхностей. Когда мы говорим о том, что поверхность несколько слезается, вот эти пики, да, мы получаем уже не такую поверхность, мы получаем нечто вот такое, более закрубленное. В момент холодного вкуса любого механизма, вот эта граница, они находятся между собой в плотном отношении. Идет максимальный износ, первые секунды. И когда пытаются нам задать вопрос специалисты в области трибомеханики и трипотехники, говорят, ребят, ну что вы, двигатели внутренние возгорали, есть масляная пленка, масляный пленк, и чего нам изнашиваться? Изнашиваться по моменту холодного вкуса, да, действительно это так. Но мы говорим о том, что данный материал, это не только двигатель внутреннего сгорания, а любые детали трения, в последующем мы будем продвигать продукцию, и она уже есть у нас, мы просто пока ее не запускаем в нашей компании, когда вы можете, начиная с двигателя внутреннего сгорания, то там нет таких температур, нет таких коростей, и нагрев происходит гораздо больше. Износ идет быстрее, идет больше. Есть два параметра, это скорость износа и грубина износа. Вот здесь, когда мы с вами делаем двигатель внутреннего сгорания, материал этот что делает? Он выравнивает поверхности, и самое главное, что происходит, здесь идет проникновение в тридж-курешеток. С помощью некой электрохимической диффузии и в теории резонанса, на что Поллин получил Нобелевскую премию, идет такое количество энергии, которое позволяет в межатомное пространство внедриться в наш материал, он проникает до полутора миллиметров. Вот это является уже само по себе, ну, скажем так, не мировой сенсацией, но по сути, если найдутся нормальные умы в нашей компании, и нам позволят сделать, это уже одна из Нобелевских премий существует. Чтобы вы понимали, это невозможно, потому что, чтобы в эту историческую решетку проникнуть, необходимо удар с такой мощностью, как, примерно, поднять девятиэтажный дом и шарапнуть хорошо по этой структуре, чтобы только эти межатомные пространства между собой каким-то образом пошевелились, и мы тогда углеводили. Но за счет синергетики, некого резонанса, мы аккумулируем всю энергию, находящуюся в данном действии, для того, чтобы проникнуть межатомное пространство. И, в мере, опять же, межмулькулярного замещения, мы получаем уплотнение структуры на глубину до полутора миллиметров, что везде полтора миллиметра, только зоноконтакты и повышенные нагрузки. И мы имеем возможность, опять же, иметь некий поверхностный слой, который составляет определенное количество нанометров. Для тех, кто не знает, что такое нанотехнологии, и все остальное, все очень просто. Нано – это очень маленький размер, это миллионная доля миллиметра, и поэтому, когда мы говорим все равно о понятных изобретениях, как микрохирургия глаза, мы понимаем, что это микроны. Обязательно, миллионные доли миллиметра на этом уровне, молекулярном уровне, идут какие-то построения, какие-то преобразования. И технологии сегодня таковы, что идет работа именно на этих величинах, на этих пространствах, и человечество научается создавать такие программы, некий софт, который умудряется управлять этим процессом на уровне величин равных миллионной доли миллиметров. Здесь же мы говорим о том, что наша технология основана на природных микропроцессорах и природных софтах. Что к природным софтам? Родная программа. Каждый объект во Вселенной имеет свое информационное задание. Это так. Потому что, когда мы пьем воду, она уже имеет какую-то информацию, мы употребляем. Каждый из нас с вами родился с какой-то своей информацией. Потребляя ее из нее, мы обогащаемся, становимся другими, и эту информацию передаем другими. Точно так же обмениваемся этой информацией друг с другом. То же самое происходит и на уровне материальном, в уровне молекулярном уровне. И мы с вами говорили, что фольген находится, и вращаясь в уголоклубном форме углерод, находится на уровне живой-неживой природы. Так вот, сами по себе фольгенны, как атомы некие, как пространство. С Т-60-й это самый распространенный, более стабильный в угле формах углерода, существует от Т-60-го до Т-2000-го и более. Вот их в природе практически очень сложно найти, они в чистом виде практически не бывают, и добыть их путем синтезированным крайне сложно не стоит сумасшедших денег. Т-60-й стоил раньше намного дороже, чем золото, и сегодня стоит не ешен, скажем, где-то от 15 или 25 долларов стоит 1 грамм фольгенов С-60-го. Мы имеем больше дело, в нашем случае, мы имеем дело не с тем, что находится в баночке, есть много фольгенов, нет. Все гораздо интереснее и проще, и сложнее. Мы имеем дело с нанотрубами, природными нанотрубами. Это уже то, когда данные молекулы находятся в некой связи, их много, и они возникают не нанотрубы. Если по разрезе посмотреть, это могут быть так называемые матрешки, где вставлена одна труба нанотруба. Эти нанотрубы, они из себя представляют примерно вот такую сеточку, кто видел, тут уже понимать, где закрытые, открытые структуры. А это вот такая атомарная решеточка, и на ней находится колоссальное количество самых атомов. Из себя связано как некая сетка. Пятиугольники, шестиугольники, здесь находится некая полая структура, в которой есть еще некое пространство, но опять мы говорим о том, что это несколько нанометров. Так вот, когда мы говорим о наноструктурах, мы имеем дело с тем, что фориены не в чистой виде полотропной формы грудная, она может находиться с атомами. 61 элемент находится в атоме. Вот эти все элементы финист-филидами находятся в этих структурах, связанные с ними. Это бесконечно связанные цепочки молекулярные, которые находятся в состоянии взвешенном в масляной основе, в жидком состоянии, и попадая в зоны контакта, за счет электричества, за счет колебаний, частоты волны, за счет удара, то есть, опять же, используя тот самый принцип синергетики, они умудряются на поверхности создавать некий слой, который состоит из двух-трех слоев. Один из слоев, он жидкостный, он достаточно подвижный, с достаточно пальцем стереть его и не будет. Но именно этот слой позволяет удерживать масло поверхности гидридной грязи. Затем есть слой твердый, поверхностный, который защищает угольный жилет от любого износа. Чаще всего этот слой состоит не столько из атомов, металла и других видов. Редкоземельные металлы в нашем теории находятся в настолько мизерном количестве, что мы даже об этом не границем. Они не особо имеют значение. Больше это имеет побочные функции, воздействия на построение. Вот хульвенов, по сути, является ничем иным, как ускорительным для построения этих атомарных цепочек на поверхности, для бесконечных для строения. Вот эти нанотрубы между собой связаны, не строят некие межатомные и межмобулярные связи. Потом мы называем это своеобразным нанооптимизатором металла, потому что он оптимизирует поверхность в зависимости от того, какая нагрузка есть. Природа устроена таким образом, что все течет по пути на межсотопротивление. Ток идет по пути на межсотопротивление, вода течет там ей легче, листочек ворачивается к Солнцу, потому что это устроено природой. В данном случае материал ведется, я прямо сейчас считаю, он как природный преобразователь преобразует энергию и на нее реагирует. Он уходит от максимальных нагрузок. Поэтому он позволяет и поверхности металла, когда он проникается, пропитывается, условно, это называется, условно, проще, чтобы было объяснять, а пропитывается как губка, создает эти поверхности внутри себя. Он за счет этого идет постоянно преображение. Если у нас есть какая-то пара трения, и вот здесь мы видим максимальную точку износа, он отстроится от нее на сколько-то, выронит геометрию, и здесь износа уже не будет. Либо он будет скольжение, как цель трения, какого ему, мы говорим о скольжении, дохода 2000, то есть трения практически нет. Это скольжение минимальной нагрузки, когда не дают поверхностям изнашиваться. Что еще можно сказать? При давлении, когда мы говорим о высоких давлениях, фульвен устроен таким образом, и все структуры, которые основаны на фульвенах, в связи, устроены таким образом, что он при высоком давлении увеличивается у него до твердости алмаза, даже превышает его. То есть в дальней точке нет разрушений, нет таких абразивных структур, поэтому он разрушается в данных поверхностях. Опять же, при высоких давлениях. При обычном состоянии нет таких поверхностей, я бы сказал, который не разрушается или не изнашивается. Это глупость. Нельзя ни в коем случае говорить о том, что после обработки нашего материала никогда в жизни ничего не износится. Неправильно. Все изнашивается. Все имеет свой срок жизни. Никогда нет таких вещей, чтобы нам за этот вопрос служить автомобилисты, если у меня кольцо износилось, или силиндр износился, или силиндр износился, мы полностью восстановили его и так далее. Чудес не бывает, господа. Это есть понятие диагностики, на взаехать на станцию техобслуживания, проверить ваш автомобиль, и вам специалисты скажут, можно данный автомобиль с помощью нашего материала восстановить, или нельзя. Если износ велик, скорее всего, он уже делает геологический ремонт. Хотя есть и, опять же, правила, никаких исключений. Буквально позавчера мы получили акт испытания одного из трубоукладчиков, КамАЦУ. Это двигательный Петропиллер, это 20 тысяч кублических сантиметров отъем двигателя. Это очень больший, самый больший двигательный Петропиллер, вы знаете, да, они огромные. Так вот, там ситуация такова, что они работают другую плачку, работают даже под 45-20 уклон. Это отсутствие двигателей каких-либо смазочных материалов, потому что масло все оттекает, и какие-то определенные части находятся в постановочном трене. Это из наших. Когда мы попробовали обработать такой механизм, то у него в среднем давление было, компрессия мы верим, примерно 16 и 5, 15, 15, там, 4, сейчас точно не помню. По паспорту у него компрессия должна быть 22. После 4-х кратной обработки нашими материалами мы подняли компрессию до 25. Еще раз говорю, паспортный данный 22. С 16 и с 15 до 25. Данный двигатель шел под капитальный ремонт. Сегодня в заключении, в акте заключения написано ремонт отложен на неопределенный срок. Вот то, что может делать данная структура с металлами, с зонами трения и так далее. Когда в Челябинском инженерном университете проводили испытания наших материалов, индивидуальных смазок, нано-оптивизатор металла, это и есть класс индивидуальных смазок, то пришли к заключению, что, опять же, когда давление было, ток, насос, высота давления, то, что для женщин, кто не знает, есть дизельный двигатель, есть бензиновый, там есть некий насос, который подает дизельное топливо. Он очень дорогой механизм, и очень важный. Без него ни один дизельный двигатель работать не будет. Так вот, данный насос, данный насос, который проверяли, его взяли с отбала, просто с помойки, по-другому говоря, да, и ставили тракторный ТНД. Вот у него в среднем, опять же, было давление 23, где-то 28. После нашей двукратной обработки, не помню, сколько нам часов, немного совершенно, давление стало 33, 36. Что понятно было, давление данного ТНД нормы, это 30, 32. Для кафедры агроинженерного университета, то, что произошло, или НИИ, который занимается испытаниями дизельных двигателей и ТНД тракторов, это маленький такой шок. Реакция, опять же, ученых к России. Ну, так не бывает, конечно, мы не понимаем, почему это есть, но ладно. Реакция иностранной, зарубежной, научной элиты спрашивает, кто это разработал, где это есть и мы хотим это купить на корню. Разница, знаете, да? На сегодняшний день сказать о том, что в наших материалах никто не знает России, это будет неправда. Знают, внимание обращают, но пока такое, знаете, есть очень важный вопрос, а где здесь деньги? Поэтому, может быть, наша компания просит сегодня вас обращать на свой вопрос, чтобы вы построили свой бизнес на технологиях, которые, может быть, не сразу воспринимаются в России и в мире, но я думаю, что эта технология может работать очень долго, она будет востребована, потому что она с собой несет самый главный факт, это правда. Это факт того, что каждый автолюбитель, кто когда-либо воспользуется даже данным материалом, не говорит, что это для него бесполезно, или неинтересно, или для него это и возымел успех. Мы говорим о том, что когда мы запускаем в двигатель данный материал, мы, по сути, создаем в каждом двигателе некую нанофабрику, бесконечно живущий организм, потому что с каждым оборотом двигателя, с каждым движением этот двигатель меняется и преобразуется и усовершенствуется, что очень важно. Есть понятие такой тюнинг, вот, по сути, если перевести на иностранные слова, не очень нравится нам в России, это селф-тюнинг, это само-тюнинг, это само-усовершенствование, само-ключение двигателя в каждом мгновении времени. Потому что мы с вами говорили о нанотрубах, связанных с углеродом, полигеном, но мало кому известно, что есть такие же нанотрубы керамические, силикатные. Силикатные нанотрубы вместе с полотропными трубами, полигенными трубами, нанотрубами, они создают некий симбиоз, некий синтез, который позволяет, силикат является гилетикой своеобразной, но он является колоссальным проводником информации. Когда мы имеем в нашей структуре силикатно-образующие молекулы, регулярные связи, доманная связь, то информация по всей поверхности зон трения, зон контакта проходит в миллионы долларов и секунды. И она резонирует не только на то, что поскольку внутри все кислительные процессы, процессы разложения, изменения, скажем, генетические потоки, статического напряжения, и все, что там происходит, диффузия отличная, гензии и всего остального. Мы имеем дело еще с тем, что в данный момент с частотой колебания двигатель реагирует на атмосферное давление, он реагирует на солнечную активность, он реагирует вообще на все. Мы у себя на выставках, на другом материале, замечали многократно, что в зависимости от того, кто владелец автомобиля и как он думает, так влияет робот дым. Это факт. Мы замечали, что когда на выставке, когда люди работают без масла, подходят люди и говорят матерно, либо плохо, либо говорят, сейчас мы в токонье, двигатель начинает письмо. Это факт. Это структура, которая взаимодействует со всеми окружающими мирами. Как таковы. И это есть, может быть, главное преимущество данного материала, что он настраивается на все. Он подстраивается и улучшает, или каким-то образом реагирует на все эти вещи. Безусловно, конечно, можно это отнести не к пониманию, что это, знаете, очень нечто такое живое, что такое постоянно подвергается к тому такому съеживанию, ничего подобного. Это сложная структура, и она, если не реагирует, то находится в себе некие законы физики, существуют никуда мы не имеем, если мы их не понимаем. Что я сегодня ученых пытался, говорю, ребята, объясните мне, почему? Вот это, вот это, вот это, гипотез, сколько угодно. Практика отряжает на сегодняшний день любую теорию. Объяснить не мог. У нас нет инструментов, проникнуть в глубину атомарной решетки к истеричной, и понимать, что происходит на уровне атомарной, что там может происходить, почему атомы подвижно становятся, и почему междуатомное пространство расширяется, за счет чего непонятно. Ясно, что есть какой-то фактор, который раздействует на атомарную молекулярной решетку, как можно сказать. Стоит много-много атомов к истеричной решетке металла, она плотная, твердая, и ее ничем не пробить. И междуатомное пространство, оно хоть мизерное, и он не расширит ничем. Тогда нагревание не даст, а вам идет не с некой диффузией. Но за счет чего умудряется материал проникать туда, это надо иметь такую огромную силу. Что является ускорителем, усилителем? Непонятно. Потому что опять же мы имеем дело с наномиром, а за наномиром стоит еще более микроскопический мир, потому что мы на прошлой встрече, как же у людей много знакомы, при этом, что долгое время ученые говорят, что самая делимая частица это атом. Сегодня сказали, что атом делится еще на 60-е более частицы. Приехали называется, да? Я думаю, что еще через несколько лет мы еще что-то новое услышим. Вот когда мы говорим о том, что понятно нам с вами, тем, кто хоть как-то слышал в крае мухи, что по религии, понятие Духа Святого, да, вот это проницает все. Это вот то, что бесконечно мало и велико одновременно. То, что атомы не было. Тридцать с лишним лет человек пытался это применять, убирал и обогащал что-то делал, но странность поведения человека заключается в другом. Когда я видел его диалог с кем-либо из академиков, он через минут пять или шесть уходил в себя и говорил, надо говорить мяч, зашоренность полная. Потому что ему пытается... Математическую формулу нарисуйте мне, ну подождите, вот это вот так, как вы считаете, может это быть? Но в принципе нет, нет. Но вы формулу мне нарисуйте, подождите. Я вам показываю, это факт. Потому что я знаю почему. А вы не пытаетесь сказать, какая формула воздействует на то, чтобы я чего-то тут нарисовал, и вы бы это повторили. Вы не посмотрите никогда, потому что вы не понимаете, с чем вы идете делать. Потому что у человека совершенно другое, у нашего заказателя, совершенно другое отношение к литричеству, теории к литичеству. Почему господин по фамилии Мессинг изобрел переменный ток, и очень долго другой человек говорил, ну переменный ток это ерунда, это никому не нужно. Пошло много лет, прежде чем мы стали пользоваться переменным током, это стало недеимой частью нашей жизни. Почему еще ряд людей, которые изобретали какие-либо вещи, остались забытыми, и до сих пор мы о них даже не знаем. Мы пользуемся продуктами их изобретений, но не знаем их фамилии, и они уж ли-то бы из жизни незамеченных. Именно потому, что мы консервативно относились к данным понятиям. Поэтому, когда мы имеем дело с бизнесом, который продает и продвигает продукт нано-оптимизатор металла Атомиум, мне бы хотелось, чтобы мы с вами в убеждениях, что я даю, в общении с людьми, или стали думать о всем том, о чем я сейчас вам сказал. Моя задача сегодня была. Потому что это будет продолжаться бесконечно. А как это и почему? Да не важно. Важнее совершенно другое. Важнее то, что происходит вот здесь. Важнее то, что происходит с двиганием Катерпиллера. И я всегда просто, вчера я общался с человеком, назначен весомым в Ярославле, только сегодня ночью приехал, и мне задались вопросы. А зачем это? Кому это? Почему это? Я говорю, ребята, что вы двигатель покупаете, машину покупаете, да. Что вы с машиной делаете? Вы страхуете? Страхуете. Противогонное сразу просто ставите? Ставим. Я говорю, так, хорошо. У вас есть гарантия? Да, гарантия есть. То есть, скажите, пожалуйста, а чем вы страхуете ваш двигатель? Чем он застрахован? Ответ, знаете, какой? Масло. Я говорю, кто вам сказал, что вы взлеваете то масло, которое вам на самом деле сообщает. Где гарантия того, что то масло, то взлевательное. И есть то масло, которое вам говорят. Скажите, пожалуйста, если компания Shell, или компания Castrol, или компания Model вам говорили, что у нас хорошее масло, вы этому верите? Я говорю, да, верю. А почему? Мы вам говорим, что у нас хорошее материало. Почему вы нам не верите? Только потому что у нас бренд пока еще мало известен. Компания Castrol сказала, что у них есть масло, которое ездит 60 тысяч без замены. Факт известен, правда? Нет. Пятилетний факт. За счет нашего материала машина проехала 100 тысяч километров без замены масла. На простой полусинтечке. Мы слили, надоело. Это означает только одно, что если мы обработаем двигатель нашим материалом, и заперем кастом, потом уже ездить 60 тысяч километров, в принципе, мы можем ездить в среднем денег и 300 тысяч. Вопрос, зачем? Масло имеет свои свойства, свои функции, должен служить тот промежуток времени, который говорит производитель. Не будешь жарить картошку, надо в том же масле, это, в принципе, и мото. И так далее. Поэтому мы говорим о том, что необходимо говорить с людьми на языке здравого смысла, на языке понимания. Если мы будем с вами добиться и построить бизнес с помощью данного материала, мы для этого, я понимаю, здесь и собрались, для того, чтобы послушать, что такое фурьереное, как они хороши, мне, честно говоря, я ослушался уже в сторону. Я перестал это слушать, перестал это реагировать, неинтересно. Почему? Потому что все, что написано в книгах, это примерно так вот. Да, есть вот нечто такое, и в конце выводы. Но не совсем это, наверное, так. Не знаю. Есть некие предположения, много умных мыслей, но не более. Это равносильно для того, что, сказать, есть душа человека, мы все в курсе, но мы очень понимаем, как она живет. И если в этом заявить спросить, кто из вас верит в жизнь после смерти, я думаю, что некрый понимает, да, я верю. Но прямо сказать, а может, это и не правда. И поэтому нам здесь оторваться, по полной катушке в этой жизни. Знаешь, что потом типа так. Неизвестно, буду или не буду. Мы на самом деле находимся на грани того, что не нужно задумываться глубоко, что такое материал, а то он, он это всегда по металлу. Это уникальное изобретение, это гениальное изобретение. И гениальное тем, что он подтверждает свою гениальность ежечасно с каждым новым, с каждым новым обработанным двигателем. Если Volvo полноприводный, обработанный материалом умудряется проехать 52 километра без склаждающей жидкости, ходя от облоков, то на языке моториста машина не проедет более 1 километра с такой поломкой. Те, кто имеет автомобиль, знают, что автомобиль закипел. Всем все понятно, да? Это, кстати, 52 километра, где кипеть нечем, там ничего нет, там пусто. А когда проехать примерно 35 километров, где нет ни масла, ни флаждача, это как? Начальник МДЦ Автоваза стоял возле нашего двигателя, работающего без масла, сказал, что 7 минут машина Автовазовская может работать без масла. Дальше у нее идет поломка, выход из строя. Мы работаем сегодня 2 года, из них сегодня был пафиологический ремонт, и только потому, что мы загубили двигатель, потому что мы прозевали, что когда выезжали, не был щуп потнут, то есть масла практически не было, режим был демонстрационный, и еще мы двигались по дороге, был дождь сильный, не заметили, пара не было, почет взорвался, еще не было, вкусно. Нам пришлось капитальный двигатель. Какую чем водопись на 2 кашках, и в 4 цилиндров, на 2 кашках работают 2 дня на выставке. Это к тому, что не очень нужно уже, надоело кому-либо что-либо доказывать, потому что, когда нам говорят, кто-то там из конкурентов начинает с кем-то сравнивать, прошло когда-то 900 км, это вот наши разработки в прошлых лет, поверьте. Это разработки в прошлых лет. Сегодня, когда 2 узбека в Москве по глупости поезжают 2600 и жалуются, что без масла, что мы что-то не так сделали, можно переставить чему-либо удивляться. Люди скили масло и 2600 на Москве разрезают. Они для себя сознают, что можно ездить без масла. Нормально. Это темно. Ульяновский человек проехал тысячу с лишним, приехал за жижей какой-нибудь, дайте жижу эту нашу волшебную. Это что такое, блин, так классно, у меня масла не кинонета, летает, ну ура. Что делаешь, залей масло, нормально ездить? В автомобиле нельзя, в другом. Это зачем? Так ездить нормально. После 15-минутного разговора с ним, мы подумаем, ага, масло все-таки надо. Залили масло, чемпионат шестилы. Движение, ничего не случилось. Но есть такие вещи, где, безусловно, и стучит, и какой-то строй, если там нет масла, это безусловно так. Не все системы, особенно там есть биловые амбицизаторы, еще что-то. Вообще двигают очень сложный механизм, нельзя к ним относиться, знаете, не так вот. Очень, мы должны себе давать отчет, нельзя людям обещать, что после обработки наших материалов он может больше ничего никогда не бояться. Не право. Нужно проводить нормальную техосмотр, не успевать за машиной, нужно понимать, какое масло ты заливаешь, нужно смотреть, какое масло песнивесики в наших специалистах, с чем мы имеем дело. Это есть сложный механизм. Все, что делает наш материал, он еще выгоден, создает такие условия в зонах трения. Он меняет средство металла и преобразует его бесконечно, для того, чтобы автомобилист был уверен, что от каких-то непредвиденных ситуаций вы двигаете более застроковым, чем у того, у которого двигатель может быть и новый, высококлассный. Если сегодня в Москве материалом обрабатывают машины стоимостью свыше 200 тысяч долларов, наверное, люди тоже собираются, что они едут. Не приезжают, обрабатывают